МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, народ бежит, догоняет свое здоровье и молодость. Да и как иначе, если именно бег гарантированный способ избавиться от лишнего веса, защититься от инфаркта, укрепить мышцы, снизить давление? Каково же влияние бега на здоровье человека? Действительно ли это панацея от всех болезней или все не так однозначно? Что предпринять, чтобы занятия бегом действительно пошли на пользу? Давайте попробуем в этом разобраться вместе со спортивным врачом и в то же время профессиональным спортсменом, мастером спорта международного класса по летнему палеотлону, врачом высшей категории Надеждой Благовой. Добрый день, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Если вы любите бег, если вы только хотите начать им заниматься, зазвоните нам по телефону прямого эфира 744-636. Мы попробуем дать вам полезные советы. Итак, Надежда Николаевна, перечисляя ваши регалии. Чемпионка России по летнему палеотлону 94, 96, 97, 98 годов. Чемпионка мира с 94 по 98 год. Победительница Кубка мира 98 года. Вот становится ясно, что вы не понаслышке знаете о нагрузках, о спортивных нагрузках на наш организм. Скажите, пожалуйста, какая же должна быть мотивация у человека для того, чтобы начать заниматься бегом? Какие цели он должен поставить для себя? Ну, мотивация у всех может быть совершенно различна. И психологи находили достаточно большое количество причин, которые могут заставить человека заниматься физической активностью и вот прежде всего бегом, как самым доступным видом деятельности. И для кого-то это может стать желание стать лучше, красивее, приобрести какие-то новые формы, похожие на своих кумиров, или же достичь какого-то желаемого веса. Это может быть просто желание понравиться кому-то, расширить круг своих знакомых. Это может быть желание отказаться от вредной привычки. И таких мотивов каждый для себя может найти достаточно много, большой список. Но самое главное для того, чтобы все-таки эти причины сработали, именно психологи отметили необходимость трех причин, которые мы выделяем как основные, заставляющие нас принять решение о том, что с понедельника, например, мы начинаем заниматься физкультурой и бегать. Если же эти три причины будут действительно для вас значимы, то этого будет вполне достаточно, чтобы человек влился в эти ряды бегунов и начал активно двигаться. Это которые вы назвали, три причины? Три причины любые, из огромного списка, который может быть составлен самим человеком, но самые основные должны быть все-таки три, заставляющие его принять это ответственное решение. Держи Николаевна, не успели мы начать, у нас уже есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем, что знают телезрители о беге, чем они могут с нами поделиться и что их волнует на данный момент. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна, мне 56 лет, скоро 57. И в молодости я бегала. Я когда-то работала в пионерском лагере массовиком-затейником. Утро у меня было свободное, и я бегала, ну, 8 километров. Четыре в одну сторону, четыре обратно, а потом окуналась в реке Ити. И, в общем, чувствовала себя прекрасно. А потом я прекратила этот бег. Ну, вот в зимнее время, летом, а снова бегала в лагере. Потом лагеря закрылись, и бег тоже у меня прекратился. Вот сейчас мне 57 лет, и уже много болезней. Среди них остеохондроз, и начался артрит. Вот, и я боюсь бегать. Может быть, мне чем-то можно его заменить, там, ходьбой быстрой или медленной. И, кроме того, у меня еще давление. Я уже гипертоник. Что бы вы мне посоветовали вместо бега? Или все-таки бегать? Не надо, знаете, так хочется побегать, а я вот себя останавливаю. Спасибо, Татьяна Надежда Николаевна. Да, действительно. Да, конечно. Вот, когда возникает уже с возрастом, при длительном отсутствии физических нагрузок, такие отклонения, то, наверное, начинать резко бегать не имеет смысла. Есть хороший альтернативный способ. Ходьба. Ходьба может быть дозированной по времени, по скорости. И сейчас набирает, очень становится популярно. И я смотрю, у нас тоже и в России набирает обороты движения, так называемая скандинавская ходьба. Может быть, уже кто-то видел. С палочками. С палочками. Это вот как бы люди собираются в парках, они себе выбирают маршрут. Очень эффективный способ физической деятельности, вполне сопоставимый по тем процессам, которые запускаются в организме с бегом. При этом задействованы и верхнеплечевой пояс, и руки, и ноги, и, в общем-то, степень ударных нагрузок на суставы нижних конечностей, безусловно, намного меньше, что очень важно, особенно вот лицам старшего возраста. То есть, собственно говоря, и она не может как бы так существенно ухудшить состояние организма? Наоборот. Наоборот. Можно даже сказать, что она может улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, потому что, когда мы так активно двигаемся, происходит ускорение и деятельности сердечно-сосудистой системы, и кровоснабжение мышц, сухожилий, в том числе суставов улучшается, циркуляция внутрисуставной жидкости повышается, что приводит со временем и к уменьшению болевых ощущений, к изменению и ликвидации застойных явлений в суставах и связках, и местах, прилежащих к суставам. Но при этом, вот как я уже повторюсь, ударных нагрузок, которые уже небезопасны в таком возрасте, человек не испытывает. Понятно. Ну что ж, раз уж мы подошли и заговорили о пользе физической деятельности, в частности, вернемся к бегу. Чем же полезен бег для организма? Какие процессы он запускает? Ну, во-первых, давайте скажем, что бег – это наиболее физиологичный для нас вид спортивной деятельности. Наиболее привычный. И наиболее привычный, и наиболее обыденный. И он не требует каких-то специальных навыков. Бегать мы умеем от рождения. Это наше врожденное умение. Нам не надо учиться. Плавать надо учиться, на велосипеде кататься учиться. Бегать нам учиться не надо. Поэтому уже изначально это самый физиологичный способ физической активности. Ну и при беге, наверное, как вот ни при каком другом, органично начинают включаться мышцы. Практически задействованы все группы мышц. Вовлекается в процесс сердечно-сосудистой системы, потому что ускоряется частота сердечных сокращений, ускоряется как бы обмен крови в организме, циркуляция крови по организму. Ликвидируются те застойные процессы, которые у нас возникают при малоподвижном, особенно сейчас сидячем образе жизни. При беге мы вынуждены дышать глубже, активнее. Соответственно, частота дыхательных движений у нас повышается, что приводит к усилению и в какой-то степени ускорению газообмена. Соответственно, как первое ускорение изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, так и второе газообмена приводит к тому, что происходит улучшение функциональных показателей, изменяются потенциалы клеток, кислород лучше доносится до тканей и до органов. И получается такой феномен, что он запускает целый каскад биохимических процессов в организме. Ведь у нас в организме ежесекундно образуются какие-то процессы распада метаболитов, клетки стареют. То есть, собственно говоря, это способствует тому, что клетки, старые клетки выводятся из организма, и организм омолаживается. Конечно, это способствует тому, что кислород, кровь поступают и стимулируют образование новых клеток взамен тех, которые у нас с вами распадаются. И эта же кровь, эти же продукты газообмена выводят шлаки, фактически происходит процесс самоочищения организма при этом. Нервная система, это тоже влияет на нервную систему бег положительно? Бег положительно влияет на все органы системы. Мы сейчас, если возьмем по отдельности каждую из них, мы найдем безусловные плюсы влияния бега на каждую из систем нашего организма. Знаете, слышал такой парадокс, у людей, занимающихся спортом, бегом в частности, появляется много свободного времени. Казалось бы, да, человек занимается спортом, но у него, тем не менее, свободного времени с излишком. Почему так происходит? Вы знаете, это, наверное, закономерно, потому что, когда появляется какое-то увлечение, человек начинает более четко планировать свой день для того, чтобы любимому делу тоже досталось какое-то время. Поэтому человек начинает более ответственно, что ли, планировать свой день. У него появляются какие-то новые личностные качества, у него появляется целеустремленность, желание участия в этом процессе, у него увеличивается самоконтроль. В конце концов, даже каким-то образом со временем появляется чувство времени. Ведь не секрет, что спортсмены, они могут с точностью до секунд определять минуту, с точностью до минуты определять количество, допустим, часа. Поэтому это все тренируемый процесс, и действительно со временем возможность правильно распределять время, чувствовать это время, провоцировать внутреннюю собранность, можно так сказать, это действительно дает увлечение такое, как спорт, бег. А вот если человек не бегал, не бегал, ну, а тут как Форрест Гамм взял и побежал, да, насколько он должен быть готовым к этому процессу? Вы знаете, в общем-то, наверное, следующее после того, как человек научился ползать, это человек делает первый шаг, и он его делает именно беговой шаг. Самое смешное, что мы ходить, наверное, учимся после того, как мы побежали первые шаги. Потому что маленький совершенно ребенок, начиная в годик двигаться, он именно делает движения, которые имитируют наш бег в дальнейшем. Поэтому нет такого, что человек не бегал, не бегал. Мы все равно, даже за транспортом, мы все равно подбегаем, ускоряемся. Поэтому так или иначе беговые движения мы совершаем всегда. Но бегать и бегать целенаправленно, какой-то определенный промежуток времени, совершенно с нуля, все-таки, наверное, стоит проконсультироваться и с врачом-специалистом, а также подойти очень разумно. Потому что любой вид деятельности, он требует оптимизации и разумного подхода. Поэтому это тоже имеет место и в беге. Ну что ж, о подготовке к этому процессу мы поговорим чуть позже. А пока в регулярных занятиях бега много плюсов. Но только не для наших зубов. К таким выводам пришли немецкие специалисты. По их мнению, чем больше человек тренируется, тем выше риск развития кариеса и других стоматологических заболеваний. В качестве причин называются употребление большого количества углеводов и постоянная сухость во рту. Для того, чтобы предотвратить развитие стоматологических заболеваний, просто необходимо чаще чистить зубы. Рубрика «Залог здоровья» продолжит нашу программу. Чтобы зубы были здоровыми, необходимо их чистить два раза в день – утром и вечером. Но даже при самой качественной чистке со временем на зубах появляется налет. Образуется зубной камень. Справиться с этой проблемой поможет врач-стоматолог-гигиенист. Поэтому посещение врача-гигиениста необходимо нам для того, чтобы наша полость рта была в здоровом, идеальном состоянии. Домашней гигиены нам недостаточно, потому что щеткой даже как бы мы тщательно не старались очистить зубы, у нас этого не получается сделать должным образом. 50% налета все равно остается у нас на зубах, в межзубных промежутках, под десном. Сохранить здоровье зубов и улучшить эстетический вид поможет профессиональная чистка. Ее могут проводить в несколько этапов. Первый – снятие зубных отложений с помощью ультразвуковых волн. Второй – удаление пигментированного налета. Современная методика Airflow позволяет почистить зубы специальной порошковой смесью на водной основе. В результате полностью снимается зубной налет. Зубы становятся визуально светлее. Специальная насадка позволяет прочищать узкие каналы и межзубные промежутки. После процедуры происходит антисептическая обработка десны и полировка зубов щеткой с пастой, прохождение межзубных промежутков зубной нитью и фторирование зубов. А вот уже после чистки можно произвести отбеливание в домашних условиях. Его проводят непосредственно после чистки зубов, если у пациента есть такое желание – изменить цвет эмали. Пациенту снимаются слепки. По этим слепкам изготавливаются капы. И в эти капы пациент закладывает специальный отбеливающий гель на ночь или в удобное для него время. Такое отбеливание без вреда для зубов можно проводить максимум один раз в год. Цвет эмали у каждого индивидуален, но результат виден в любом случае. А вот чтобы сохранить зубы здоровыми и вовремя убирать налет от чая или кофе, врача-гигиениста стоит посещать раз в полгода. Швейцарское качество ещё никогда не было так близко. Имплантация швейцарскими имплантами в Центре профессиональной стоматологии по цене 31 900 рублей. 770 292. Проспект Октября 10. Вы смотрите программу «Будьте здоровы». Мой гость сегодня врач высшей категории, мастер спорта международного класса Надежда Благова. И говорим мы сегодня о пользе бега. Если хотите присоединиться к нашей беседе, звоните по телефону прямого эфира 744-636. Надежда Николаевна, теперь мы давайте поговорим о том, как сделать бег наиболее полезным для здоровья. Вот первый вопрос у меня касается того, с чего всё-таки стоит начинать. Как размерить эту дистанцию, которую ты для себя выбрал? Начинать надо, наверное, с того, что всё-таки посоветоваться со специалистами. Сейчас у нас есть возможность обратиться и к врачам, и проанализировать вообще своё общее здоровье. Каждый знает, кто на что способен. Важно подобрать правильный инвентарь, чтобы бег действительно доставил удовольствие, а не очередные проблемы как со стороны здоровья, так и, в общем-то, неприятности, какие-то моменты. И, возможно, как-то даже сейчас веха интернета, может быть, на каких-то сайтах опять-таки посидеть, посмотреть, почитать, послушать мнения и рассказы других людей, как они это начинали. Потом уже принять решение всё-таки, что ты хочешь. Хочешь ли ты бегать быстрее, либо ты хочешь бегать долго, но медленно, или ты предпочтёшь ходьбу. В общем, выбрать тот вид беговой деятельности, который для принимающего решения в настоящий момент будет оптимален. Ну и, конечно же, возможно, что дистанция должна быть не сразу марафонской. Такого в природе не бывает, что человек не бегал, не бегал. И, к сожалению, сейчас часто звучит реклама, что приходите к нам, и у вас за месяц подготовлен к пробеганию марафонской дистанции. Вот в это, наверное, не стоит верить. Надо быть реалистом прежде всего и трезво оценивать свои возможности. Ну, кружка два вокруг школы достаточно? Конечно, начинать надо с небольшой минимальной нагрузки, пока вы чувствуете и находитесь в зоне комфорта, пока ваше дыхание не становится прерывистым, пока вы не начинаете испытывать какой-то дискомфорт, и дай бог, что у вас там начинают сводить мышцы или перехватывать дыхание. То есть это должно быть вам прежде всего в радость. Когда радость заканчивается, имеет смысл закончить. Чтобы продолжить потом. Чтобы не отбить с первого раза желание этим снова заняться. А когда все-таки полезнее бегать, утром или вечером? Есть в этом разница? Разница в том, что мы все с вами разные. Поэтому, наверное, есть жаворонки и есть совы. Поэтому жаворонку легче встать с утра. Он какие-то выполняет домашние нагрузки легче с утра. Кто-то это делает легче с вечера. То же самое в спорте. Кому-то легче даются. Тем более мы сейчас с вами говорим не о профессиональном спорте, а о любителях. Поэтому кому-то больше легче нравится летняя пробежка по рассе, с восходом солнца, когда мало народу, когда воздух достаточно свеж. И организм это хочет и это воспринимает хорошо. Есть люди, которым с утра раскачаться очень сложно. Которые как бы рано не пытались встать, все равно симптом последней минуты полежать и еще вот как-то себя перебороть. Наверное, даже уже медицинские исследования проводились на эту тему. Таким людям не стоит даже пытаться проводить зарядку. Потому что для организма такого человека утренняя пробежка окажется серьезным стрессом, который может в дальнейшем даже и нарушить весь трудовой день. Поэтому каждый должен для себя выбрать, когда ему удобнее. Можно попробовать утром пробежаться, можно попробовать после работы пробежаться, а кто-то находит оптимальный вариант пробежаться во время рабочего перерыва. Ну, прислушиваться к себе. Конечно, прежде всего то, что ваш организм вам скажет. Разминка перед бегом и заминка после него – тоже немаловажный процесс. Давайте поговорим об этом. Как его правильно делать? Значит, на что направлена у нас разминка перед выполнением беговых упражнений? Это, прежде всего, дополнительный разогрев и подготовка. Это мышц, суставов и связок. Мы начинаем более активно двигаться, поэтому у нас усиливается сразу же кровообращение, и мышцы получают дополнительное питание. Соответственно, разогреваются связки. И это является, можно сказать, условной профилактикой дальнейшего травматизма. К сожалению, многие не знают о том, что после выполнения физической нагрузки есть такой термин и понятие, как заминка. Об этом мы не видим этих… Это не показывают по телевизору, кто-то об этом даже не слышал, но на самом деле это очень важно, потому что резкое прекращение активного бега приводит к тому, что сердце еще продолжает интенсивно, сильно и часто сокращаться. Увеличивается ударный объем, и если это разово, то человек может это еще и переживать нормально, а если же это систематически повторяется, то, в принципе, возникают отрицательные влияния на сердечно-сосудистую систему. А тут что необходимо делать? И тут необходимо заканчивать свою активную физическую нагрузку переходом на менее активные движения, вплоть до того, что некоторое время либо бежать с меньшей скоростью, либо просто переходить на шаг. И тогда уже останавливаться. Ну, раз уж мы заговорили о некоторых отрицательных моментах, все-таки, как и в любом физическом процессе, есть противопоказания. Кому не стоит заниматься бегом? При каких валячках? Здесь однозначно надо рассматривать в ракурсе того, что мы говорим об абсолютных противопоказаниях и об относительных противопоказаниях. Безусловно, к абсолютным мы должны отнести это острые заболевания, в особенности острые инфекционные заболевания совсем не стоит с ори или ангиной заниматься физкультурой и спортом. Это абсолютное противопоказание, декомпенсированное сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации. Это декомпенсированный сахарный диабет и это грубое нарушение со стороны опорно-двигательного аппарата. В принципе, все остальные противопоказания, какие имеются, они относительны. Их коррекция и сведение к минимуму должен вам подсказать спортивный врач либо ваш врач-хирург-терапевт. Ну и последний вопрос не могу не спросить. Вы когда последний раз болели? Инфекционными вирусами, заболеваниями, зная, что вы работаете в таком больничном учреждении? С одной стороны, множественность контактов с больными подобного профиля должна бы заражать меня, но с другой стороны, поскольку это происходит довольно часто, есть такое понятие, как феномен проэпидемичивания. И по чуть-чуть мой иммунитет к каждому из этих вирусов, наверное, за годы работы уже привык и адаптировался. На самом деле, простудное заболевание для меня не самое актуальное заболевание. Я вот даже сейчас не вспомню, когда я последний раз брала больничный или пропускала работу в связи с простудным заболеванием. И сейчас вы больше занимаетесь все-таки оздоровительным бегом? Да, я сейчас уже больше для себя, для удовольствия, потому что со профессиональной спортивной карьерой пришлось закончить, ну, это не может быть вечно, пришлось закончить лет, наверное, шесть назад, после чего я для себя выбрала просто активный образ жизни для удовольствия, свободное время, желание. Ну что, спасибо вам большое за беседу, спасибо, что пришли к нам. Надеюсь, что ваш пример послушает мотивации для многих наших телезрителей для того, чтобы все-таки заняться спортом, ну, если не бегом, серьезно, но хотя бы оздоровительных целях. Было бы очень замечательно. Всего доброго. Спасибо. Наскальная надпись, выбитая еще в древней Элладе, гласит «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». Однако, если подходить к осуществлению техники бега несерьезно, без должных внимания и осторожностей можно не только не приобрести здоровье, но и потерять имеющееся. Будьте внимательны к себе, и тогда бег принесет вам только пользу. Будьте здоровы!